Всем привет! Привет! А с вами Янки Булочка. И сегодня мы, как и обещано в названии видео, несмотря на то, что мы находимся дома, покажем вам всю грязь Нью-Йорка. Да. То есть вы сможете составить себе представление, насколько грязные улицы в том городе, где мы живем. Да, уже, так сказать, не один год. Да. На это видео нас вдохновил комментатор, который прокомментировал видео о Брежневе. Да, и мы вам зачитаем комментарий, и у нас есть что на это ответить. Бори Бори пишет. Посмотри в ютюбе отвратительный Нью-Йорк, жизнь на помойке, ужасы в Америке и героиновые гетто в США, наркоманы. Где там в белых носках можно пройти? Если можешь, пройди. Или опиодная эпидемия в США, или как живут русские в Брукли? Короче, в носках белых там не походишь. Всю правду услышали от Алекса Брежнева. Вот, друзья, понятно. Я не понимаю, почему человек так сфиксирован на белых носках. Ну, не знаю. Я когда первый раз этот комментарий прочла, мне показалось, что он просто предлагает нам без обуви в белых носках ходить. Я думаю, ну, как бы никто так не делает. Ну, а он делает. Вот, но потом я поняла, что все-таки он имеет в виду, что в обувь, то есть, одетые белые носки с обувью. Ну, то есть, ты не можешь, типа, белые носки носить в Нью-Йорке, понял? Они сразу станут черными. Да. Потому что у нас грязь на улицах. Нью-Йорк, это же клоака, клоака. Тут идешь вообще как по средневековому городу, только успеваешь отбиваться от крыс, да? И с собой все время щетку носишь, чтобы протирать обувь. Да, и носки носишь только черные. Только черные, да? Чтобы не было видно вот этой вот всей грязи. А вообще портянки. Так что, друзья, вот такой интересный комментарий был оставлен. Сколько бы мы не снимали влогов, сколько бы мы не снимали улиц Нью-Йорка, мы снимали и наш район. Видео, где мы объясняли, вот тут можете посмотреть. Насчет мусора. Про мусор подробно рассказывали, почему мусор в некоторые дни, неделя лежит на улицах. То есть, мы всегда, всегда опровергаем этот миф, что Нью-Йорк вот такой вот грязный. Конечно, как в любом мегаполисе, здесь есть какие-то определенные места, где грязнее, чем в остальных. Например, 34-я стрит, Манхетта. Да, отвратительная улица. Там, ну, как бы, это вот, там, Мэйсис вот этот вот большой, да, там много всяких там движуха, рестораны. И там много бездомных, мусор, постоянно какие-то бумажки, стаканы. Да, то есть, но не именно с фасада Мэйсис, так сказать, а именно вот по проулочку так проходишь, и там вот все, все вот это вот. Да, мы могли бы, конечно, именно в такие места Нью-Йорка ходить и снимать, и показывать, и говорить, ой-ой-ой, боже мой, какой ужас, посмотрите, как вот в Нью-Йорке люди живут. Мне еще понравилось про русские районы, районы в Бруклине. Мы живем именно в русском районе в Бруклине, мы живем в Шипсхэдбэй. Мы, кстати, наш район, там несколько улиц прямо ходили целиком, без монтажа, подробно снимали. Ну, там не только пищевые, то есть, вы туда можете кинуть одежду какую-нибудь, такой вот, ни бутылки, ни картон. Вот тоже, как пример, вот, бак с мусором и бак с картоном. Плюс вот еще рядом, что не поместилось, тоже положили. Вот, кто-то вот просто выставляет, как я говорил, пакеты, потому что боится, что после этого надо будет собирать эти урны, потому что иногда бывает такой ветер, и рабочие, они просто кидают уже эти урны, они не ставят их особо прям на место, а просто уже кидают, и они потом могут по всей улице кататься. Ну, все зависит, конечно, от работников, как они обращаются. Вы можете зайти, опять же, в это видео и посмотреть. И многие люди в комментариях сказали, какой красивый зеленый район! Да, друзья, вот так вот выглядят обычные, ну, так называемые спальные, получается, да? Ну, да, спальные. Районы Бруклина, не только в Бруклина, и в Бронксе есть похожие районы, и в Квинсе есть похожие районы. То есть, это такой вот типовой райончик спальни, можно сказать, Нью-Йорка. И, ну, и не только Нью-Йорка, здесь вот такая типовая архитектура, много где распространена. Вот, и именно такая вот малоэтажная застройка. Я ответила комментатору, как бы здесь намного тише, чем в Москве. Да, намного. Потому что здесь нет этого чернозема, потому что дренажная система работает нормально, потому что даже сильный дождь не делает из улиц какие-то рейки, на которых можно передвигаться только на лодке. По сравнению, так сказать, с Москвой, где лужа может там веками... Веками. У нас в соседнем дворе, мы жили возле метро Новогиреева, прямо в пяти минутах ходьбы, у нас в соседнем дворе была лужа, которая не высыхала никогда. Она просто зимой замерзала, а летом она была стабильная. То есть, даже когда было несколько недель жары, она не высыхала просто. Поэтому вот так вот рассуждать, что Нью-Йорк такой грязный, но, извините, в русских городах ливневка, ну, как бы, она... Ее нету. Ее нету просто. И человек там дальше пишет, что мы какие-то... Что мы Москву, значит, хаем, вежливо, так скажем, да, перефразируем. Вы можете зайти, почитать, что мы Москву хаем, но указывать на недостатки города, это не значит что-то хаять. Например, в Нью-Йорке нам не нравится, как ходит общественный транспорт. Так, не наступай, у нас будет видео, что нам не нравится в Нью-Йорке. Мы будем сравнивать, у нас будет видео о подробном сравнении Москвы и Нью-Йорка. Ну, просто для примера. Нам в Нью-Йорке не нравится, как работает общественный транспорт. Да, мне не нравятся дороги Нью-Йорка. Дороги нам нравятся. Они отвратительные. Отвратительные. И мы не будем сидеть и говорить, вот так вот закрывать глаза и говорить, ой-ой-ой, у нас все хорошо, у нас отлично, у нас вообще никаких проблем в городе нет. Нет, мы говорим, вот это вот есть проблемы. Вот это вот лучше, чем в Москве. И это не значит, что мы хаем то место, где мы живем. Мы просто говорим, факт, который есть. Или который именно нам не нравится. То есть это тоже, так сказать, на вкус и цвет фломастер разные. Кому-то, может быть, здесь дороги нравятся, кому-то здесь может и метро нравиться. А кому здесь могут нравиться дороги? Ну, не знаю, я же говорю, люди разные. Те, которые экстремалы, знаешь, трасса Париж-Дакар такой, о, вау, такой, вот это дороги. Такой, знаешь, чисто вот так вот на кочках прыгать. Поэтому, ну, опять же, здесь дороги прям плохие не везде, если так по-честному говорить. В общем, ребят, давайте перейдем к самому сладкому. Как же мы вам будем показывать, сидя дома, грязь на нью-йоркских улицах? Мы вам, ребят, будем показывать нашу немытую, ну, конкретно вот мою. Потому что Виталик все-таки пользуется машиной, да? И это может быть не... Царь! Это может быть необъективно. Я буду показывать свою обувь. Я хожу пешком, особенно после начала пандемии. Я ее вожу, не думайте, я ее подвожу тоже. Особенно после начала пандемии я стала реже пользу... Ну, общественным транспортом вообще не пользуюсь. Такси очень редко, прямо если куда-то надо. Вот, показываем обувь. Обувь не мылась с момента покупки. Да, вот, как бы, все так плохо. Зуб даю. Вот, в общем, вот эти вот кроссовочки, вот эти вот. Вот как показывают бьюти-блогеры. Вот эти вот кроссовочки я носила года полтора. Вообще практически не снимаю. Это мои любимые кроссовки. И зимой, и летом я их носила, потому что они такие утепленные и крутые. Вот подошва этих кроссовок. Вы можете судить? Вот напишите, грязная, не грязная. Вот как вы считаете? Вот как вы считаете, вот эта подошва, насколько она грязная? Просто в Москве бы я их давно уже выбросила. Да. Как бы, потому они бы просто вышли из строя. И в Москве вот эта часть, задник вот этот, был бы грязный. Черный просто, черный. Вот, перейдем дальше. Вот это вот мои три года назад купленные, с тех пор ни разу не мытые, зимние сапоги. А я специально их купила, чтобы ходить по снегу, когда у нас снег. Вот, потому что уги протекают. Вот, посмотрите, вот, да, тут, конечно, вот тут какая-то грязюка есть. Я их недавно носила, как раз вот у нас снег, когда выпадал. Вот подошва. Вот подошва. О, удивительно. Вот подошва. То есть, ну, можете судить, насколько грязные. Я их, я не могу сказать, что я прямо часто их носила, но периодически. Это как раз вот для такой слякотной, мокрой погоды, когда снег лежит, вот такое вот все. Вот, поехали дальше. Вот эти боты я носила. Вот недавно мы снимали влог в Центральном парке. Вот я была в них. Вот тут вот темное. Ну, это просто друг от друга они поделились. Да, тут не видно, потому что подошва черная. Вот. И, то есть, ну, вот, пожалуйста, вот подошва. Вот. Вот это вот я ходила по Центральному парку, по снегу, в том числе и по газонам. Мы ходили, мы там забирались на горки. Вот так вот выглядят. Я как бы их не мыла, не протирала, потому что, в принципе, они этого и не требуют. Вот еще одни белые кроссовки, которые я носила. Я их одевала единственно пару раз, они относительно новые. Но их тоже носила вот зимой. Вот можете посмотреть состояние. Вот задник. Поехали дальше. Вот эти вот кроссы, тоже я их носила зимой. Вот. Ни разу не мытые, как бы. Я, мы в них видео елку покупали, то есть, ну, обратите внимание. Поэтому американцы и ходят в обуви дома, да, конечно, с точки зрения гиены, это не очень хорошо. Потому что там кто-то плюнул, ты наступил, принес это домой, это все понятно. Но у них нет этого чернозема адского, который есть в российских городах. Я, конечно, не знаю, этот пользователь пишет из Казахстана, может быть, он у них там суперчисто. Ну, может быть, в Казахстане чисто. Я мы не знаю. Айдалай, расскажите, как у вас там. Вот, вот эти вот боты, я в них, у нас сегодня целый день идет дождь, вот сегодня я в них ходила, сегодня по лужам прям рассекала, вот. Как вы думаете, если бы я в дождь шла по русскому городу, они бы были вот так вот? Причем, причем я их носила, я их купила два года назад, я их вот зимой до пандемии прям носила, и в хост, и в гриву, потому что они удобные, и за счет толстой подошвы нога не мерзнет. А, вон, смотри, вон там на подошве этот, как его, камень, покажи камень. Вот, я не знаю, вот сколько бы мы не снимали видео, да, про грязь в Нью-Йорке, про мусор, это все бесполезно. Вот мне такое впечатление, что объяснять людям бесполезно, настолько. Нет, ну, просто потому, что некоторым, сам факт того, что мусор лежит на улице, это уже грязь, это уже грязь. Ну, то, что он лежит там в определенные дни, для того, что его забрали, это не важно. Не важно, это, он лежит, все, он создает грязь. У нас в России с дренажной системой настолько большие проблемы, что, например, у нас пару лет назад в Ростове-на-Дону девушка утонула на улице, 14-летняя. Она просто утонула на улице города, ее потоком затащила под машину, и она захлебнулась. Нормально, да, 21 век, до сих пор не можем освоить технологию дренажа. Дренажа, как правильно говорить? Не знаю, дренажной системой. Дренажной системой? Ну, на самом деле, то есть, по сравнению с Москвой, по сравнению с Ростовской области, где мы жили, и Краснодарским краем, то есть, когда дождь идет, слякотная такая погода, и ты идешь, у тебя на задниках и даже на джинсах, на штанинах, на вручинах нету грязи. Нету, здесь нету грязи. Я помню, что приходилось чистить обувь каждый раз, если ты выходил, потому что она у тебя за один день, за вот этот промежуток, когда ты доходил до метро и с метро до работы, все, она у тебя грязная. Она у тебя грязная, и нужно было на следующее утро немножко ее, так сказать, протереть, хотя бы, чтобы она хоть пусть не блестела, но хотя бы опрятный вид был. Да, и я специально себе на зиму в Москве всегда покупала высокие ботфорты и с гладкой кожей, чтобы просто брюки каждый день не стирать, потому что сапоги можно протереть тряпочкой. А я штанину делал вот так вот, то есть, она у меня вся вот этих, была грязючки вот эта вот, по икру, я вот так вот делал, чтобы попала вот эта грязь. Три минуты нам было до метро идти до квартиры, которую мы снимали в Москве, туда-обратно. И просто у меня было такое впечатление, что я просто по грязи ползла, у меня просто по щиколотку были грязные сапоги, и до колена сзади все вот так вот забрызгано было. Плюс здесь машины, то есть, они не такие грязные, как в российских городах. То есть, вот это как бы боковина машин, с левой, с правой стороны, то есть, если в наших городах они прям такие, ну, видно грязь вот эта, пыль наседает. Потому что зимой ты ее не домоешься. Да, а здесь такого нет. Нет, ну, по крайней мере, в Нью-Йорке нету такого. Да, но, опять же, конечно же, может быть, какую-то роль играет климат, потому что здесь зимой достаточно сухо. Да, здесь зимой нету вот этой вот постоянных осадков, то, что всю зиму лежит снег. Здесь такого нету, здесь снег редкое явление. Но, опять-таки, здесь, например, весной бывают сильные дожди, просто тропические ливни. И никто никуда не тонет. То есть, просто чище становится после дождя. Ты выходишь, чище, потому что смыло голубиное дерьмо и мусор. Все, стало чище намного. И как земля и небо, да? Ну, да. Если так сравнивать по чистоте, вот именно по вот этой вот грязи, то здесь этого такого нету. Поэтому, друзья, не так страшен черт, как его молюет. Мне постоянно спрашивают просто, там, в Инстаграме задают вопросы. Даже близкие родственники меня спрашивают, насколько опасен Нью-Йорк, насколько он грязный, насколько... Потому что вот эти вот люди, которые хотят... Ну, это просто, знаешь, на негативном контенте, они хотят сделать себе просмотры. Понятное дело, что эволюционно люди больше склонны к потреблению плохих новостей, потому что они для них могут быть жизненно важными. И поэтому люди вот это вот пишут. Там, наркоманский Гарлем. Кстати, некоторые части Гарлема, например, восточный Гарлем, очень красивый район. Мы вообще там с удовольствием бы жили, но, к сожалению, там очень дорогое жилье. Но пугалки, которые распространяются, ну, как бы не верьте. Вы логически подумайте, здесь, в Нью-Йорке живет куча богатых людей. Если все так плохо. Что они здесь живут? Что они здесь делают? Вот правда, что они здесь делают, если здесь все так ужасно? И они не живут какой-то там кирпичной стеной в каких-то отдельных местах. Да, кстати, американские дома, американские дома, они такие без заборов, с лужайка, как в фильмах показывают. И если вы видите забор, русский, точно. Сто процентов, сто процентов. У нас вот такие, да, из СССР, может, не русский, русскоговорящий. Вот такие заборы, что ни хрена ничего не видно. И он портит весь вид этого, так сказать, волшебства. Ну, как бы, задайте себе вопрос, что в Нью-Йорке все так прутся, если там все плохо? Конечно, говорят, что вот люди уезжают из Нью-Йорка. Конечно, уезжают, конечно, уезжают, потому что здесь дорогая жизнь. Да, кто-то ищет другую жизнь. Кто-то хочет вообще жить в сельской местности. В Нью-Йорке очень дорого жить. И люди решают, особенно там, кто сейчас по удаленке работает, они думают, какого фига я буду жить в Нью-Йорке, когда я могу поехать куда-нибудь в Бенсильванию, снимать там целый дом за недорого. И, как бы, если я хочу именно жить в местности, чтобы я вышла на задний двор, у меня там озеро, уточки, я не хочу жить в городе. И они уезжают. Ну, потому что те, кто остаются в Нью-Йорке, да, в Нью-Йорке дорого жить. Ну, как бы, все дорого. И жилье дорого, и услуги дорого. И цены в магазинах выше. Ну, за удовольствие надо платить. За удовольствие жить. Ну, и зарплата здесь выше. Ну, зарплата, само собой, да. За удовольствие жить в Нью-Йорке, как бы, надо платить. Если о городе снято столько фильмов, спето столько песен, написано столько книг, это ж, наверное, не просто так. Наверное, потому что это очень клевый город, наверное, поэтому. Поэтому, ребят, когда вам рассказывают, что Нью-Йорк – это Клоака, вы просто заходите на Google Maps, открывайте там Гарлем, и там же есть функция походить по улицам, правильно? Да, только ходите осторожно. Осторожно, потому что, знаете, ну, плохие районы должны на Google Maps, типа, люди не заходят. Поэтому я не понимаю, почему в век интернета существуют еще такие вот мифы. И, ну, как бы, окей, ты посмотрел, как тебе сняли бездомных на улицах Нью-Йорка, посмотри других блогеров, которые снимают красивые вещи. Да, мы не говорим, что тут нету каких-то, нету бездомных или нету еще чего-то. Просто это не так, как бы, бросается в глаза, что… Ну, мы не сталкиваемся, как в нашей повседневной жизни с этим. Не сталкиваемся. А так, спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на Инстаграм и будьте с нами, друзья. До новых встреч. Всем пока.